между государствами. Вообще надо сказать, что вот эта московско-рязанская схватка за колонну была последним военным предприятием в истории долгих московско-рязанских отношений. И тот мир, который Сергей Ратнишский установил, потом, собственно говоря, держался все следующие сто с лишним лет до ликвидации рязанского княжества уже в 16 веке. Итак, Тула вернулась в состав Великого княжества рязанского. Теперь вопрос номер два. Собственно говоря, что такое Тула и почему Тула-Берестик? Начнем с того, что такое Тула. Вообще, все древнерусские тексты, как правило, не разделяют название города столице княжения или столице уезда. Если военные действия происходили, условно говоря, на территории Ярославского княжника, то пишут в Ярославле. Если какие-то события происходили в Костроме, то пишут на Костроме. То есть никогда не уточняют, где одно кончается, начинается другое. Твери там и так далее, и так далее. В Новгороде. В этом отношении, в общем-то, себе надо представлять, как было устроено все русские земли. В более поздние времена, хотя ненамного позже, в первой половине 15 века, появилось слово «уезд». Уезд – это территория, которую вы можете объехать. Для того, чтобы эту территорию объехать, вы должны откуда-то выехать. Представляете, да? То есть это совершенно конкретное действие было с самого начала. Так вот, судя по всему, то, что мы знаем под названием Тула в Московско-Рязанском договорах 14-15 века, это некая территория Рязанского княжества, которую надо сопоставить с уездами более поздних временей. То есть в уезде должен быть центр, и должна быть территория, которая, условно говоря, из этого центра управляется. И, в общем, на территории Тульской области, совсем недалеко от современной Тулы, есть место, которое претендует на то, чтобы этим центром быть. По Тулеце вверх есть такая точка, называется Торхово. Археологические обследования этих мест проведены очень давно и качественно вполне. И очень хорошо известно, что Торховское городище – это крепленная точка. Судя по всему, она была каким-то административным территорией. Археологи употребляют два термина – городище и селище. Селищ было много, это, условно говоря, аналоги наших деревень. А городище – это не город, но такое что-то городского типа поселения, которое обязательно укреплено. И понятно, что это и административный центр, в первую очередь. Вот у нас претендент такой вот на вот этот вот центр этой территории, которую называли Тула, это, по-моему, Торховское городище, у которого есть посад, то есть необходимая принадлежность, вот эти вот неукрепленные столбы доремесленные вокруг этого центра. Место это вообще достаточно здорово населено, разнабрали, там множество сельщ в округе найдено. Но, повторяю, подтвердить это невозможно, хотя бы подсказать, что это именно оно. Итак, Тула – это и территория, и ее административный центр, что он говорил в одном флаконе, в одном названии. Что с этой точки зрения может означать Берестя, которая вдруг появляется, повторяю, уже в те времена, когда Тула вернулась в состав владений Рима и Зерезанским. Ну, вообще тут можно предполагать очень много, конечно, чего, но не исключено, мне это кажется вообще такой, хоть, может быть, недоказуемой мысль, но такой очевидный, что в тот короткий период, там, шесть лет, в который велик князь московский Викторий Иванович владел Туной, тут должен был появиться какой-то административный центр московского подчинения. И не исключено, что вот это самое Берестя, это был некая альтернатива старой Туле, условно говоря, столица этой территории, Рязанский князей, которая была построена, просуществовала недолго, возможно, была и заброшена, но потом, поскольку этот центр уже существовал, его постоянно включали в эти договоры. Другим ничем вот эту вот связку через И объяснить нельзя. Они должны быть и географически близки, и как-то вот сопоставимы с точки зрения своего предназначения на Берном Цвете. Итак, что, можно сказать, в итоге получается с самой древней стулой? Сюда надо добавить одну существенную вещь. Город археологически обследуется, слава богу, музей исповедения Куликово-Коле этим занимается довольно интенсивно, и никаких следов поселений 14-15 веков пока не обнаружено. А замок не обнаружен? Вот мы чуть попозже вернемся, потому что вообще на самом деле это означает только одно, что если и существовал какой-то появившийся во время московского владения Тулой собственно московский административный центр, то либо он существовал не на месте вот этой новой Тулы, а в каком-то другом, или здесь его просто еще не нашли. Но что таковой явно появился, это отразилось, повторяю, в договорах, это, в общем, вещь, мне кажется, вполне очевидная. Ну вот, собственно говоря, теперь третий вопрос из тех, которые обозначены Тулой. Напомню еще раз, есть в четырех московских договорах, 1381-й, 1402-й и так далее, далее по списку, а в самом последнем московско-рязанском договоре 1483 года заключенным московским великим князем Иваном Третьим, знаменитым отцом, собственно говоря, русской государственности, современной, и его рязанским муж-сестры, как он у нас называется? Шуриным. Шуриным, да. Сказать, рязанским князем Иваном Васильевичем. Это про джины. В данном случае муж-сестры. Это свояк. Свояк. Очень хорошо. Спасибо большое. Я все время путаюсь. Значит, рязанский князь был свояком Ивана Третьим, он был женат на его сестре. Да не своя, корреса Васильевича, что это называется зять? Слушайте, хватит уже. Уже одно мнение выопыты. Нет, муж-сестры это не зять, это свояк. Все родственники-сестры называются свояками. Читайте слова, родственники... Все, больше не спрашивай аудиторию ни о чем. Сейчас скажу, вам все поверите. Да. Это потом ко мне подойдет, я вам везю. Слушайте, Высоцкий, послушай, зим не трогай Шурина. Какой ненастя он родня. Нет, это все-таки Шури. А брат жены. Хорошо, в общем, короче, рязанский князь Иван Васильевич, это правнук Олега Рязанского, был женат на родной сестре Ивана Третьего. Договор подписывали близкие родственники. В этом надо сказать, что Тула там впервые в московских и рязанских договорах не фигурируют, не встречаются. Но там есть одна фраза, даже несколько строчек, которая объясняет, почему там Тулы нет. Дело в том, что в этом договоре московский князь напоминает рязанскому князю, что он вообще-то владеет половиной его территории. И половина территории рязанского княжества называется в этом договоре 1884 года, московским князем, главным третьим, куплей отца моего. То есть, проще говоря, московский великий князь Василий Темный, отец Ивана Третьего, княжевший между 1425 и 1462 годами, купил у рязанского князя половину его владений. Больше-то в этом договоре описана граница этой самой купли. Купли эта начиналась на Оке, но, условно говоря, там чуть-чуть ниже Серкухова. И дальше такой длинной-длинной ниткой тянулась вниз до рек, которые называются Табулы. Это верхние притоки Дона в районе Куликового поля. Но в отличие от Днепря, который правил проток, это левые притоки, стоят с рязанской стороны. Там так сказано, что купля отца моего. И дальше рассказано, как эта купля идет. Маркирована она по рекам. Понятным причинам. Реки самые надежные. Потому что населенные пункты могут исчезнуть, а реки будут всегда. И если провести эту границу, когда-то известный историк Рязани Дмитрий Иванович Лавайский даже на карте эту границу положил. В общем, понятно, что половина Рязанского княжества, его владельца, собственно говоря, западная половина, была куплена московским великим князем Василием Темным. И, собственно говоря, в эту купленную половину попадают земли Куликового поля или земли Тулы. Понятно, да? То есть, понятно, что до 1483 года ее быть не может, потому что она уже давно московская к этому времени. Но напоминания, правда, присутствуют. Итак, в 1483 году Тула вернулась к Москве и не стала московской. Летит, как она называется. И с тех пор история в краю уже примиркома полностью была связана с Москвой. Когда это случилось? Еще раз повторяю, московско-рязанский договор просто констатирует это как факт. Случилось это при жизни Василия Темного, то есть до 1462 года. Но, в общем, можно попытаться даже уточнить этот удар. Вот в связи с чем. Надо сказать, что породнившись еще при Олеге Ивановиче и Дмитрии Доско, московские, рязанские, княжеские дома находились вообще в довольно тесных отношениях, в том числе и родственных. В 1456 году скончался внук князя Дмитрия Ивановича, что я говорю, Олега Ивановича Рязанского. Его звали Василий Федорович. Василий Федорович скончал, да, он обдавился, по всему какому времени. У него остались сын и дочь. И вы знаете, куда он отдал их на воспитание? В Москву. Вот, собственно говоря, вот тот самый Иван Васильевич, который подписался в Иван Третий на договор, это воспитанник московского великого князя Василия Тёмкова, который рос в Москве с 7-8 летнего возраста приблизительно. Ну, вообще, предполагать, конечно, можно все. Читал я и такое, что не исключено, что старший родственник воспользовался молодостью и неопытностью своего рязанского родственника и типа купил у него полкняжества. Вот так вот. Прямо. Ну, вообще, наверное, ничего нельзя исключать, особенно в русской истории. Можно, в общем, предполагать, что у этой сюжета были другие корни. Они были связаны совсем не с жадностью Ивана Третьего и не со слабостью рязанского дома, который, надо сказать, московские князья во всём опекали. И, собственно говоря, Рязань в 1521 году последней русской землей практически была ликвидирована как самостоятельное государственное образование и совсем не потому, что в Москве этого хотели. Просто малолетний рязанский князь кровь заграла, он бежал в битву. Непонятно почему, кстати. Абсолютно не поддерживаем даже своими сподданными собственными. Так Рязань, в общем, стала, что называется, частью Великого Княжества Московского, совершенно повторяю, безо всяких училий из страны Москвы. Это так, к слову. А сейчас, возвращаясь к событиям, которые мы сейчас с вами говорим, что, собственно говоря, могло лежать в основе этой купли. Понятно, что это был не разовый акт, а какие-то финансовые обязательства рязанских князей, великим князем московским. И надо сказать, что вообще в московско-рязанских отношениях, повторяю, родственных, был один сюжет, который заставляет думать, что не исключено, что так оно и было. Это была такая довольно долгая история. В 1402 году скончался князь Олег Иванович Рязанский. Скончался вот этот, не участник Куликовской битвы. Скончался, надо сказать, по русским меркам в возрасте довольно значительном. Его было уже за 60. То есть средняя продолжительность жизни на Руси, как в средневековой Европе, была невелика, там лет 35 приблизительно. Ну что, это и поменьше того. Зато женились рано. Ивана Третьего венчали 19 лет уже. Так вот, в 1402 году Олег Иванович Рязанский скончался. И в том же 1402 году, буквально за пару месяцев до его кончины, он неожиданно, судя по всему, для себя расстался со своим старшим сыном. Расстался при следующих обстоятельствах. Вообще, Олег Иванович был человеком воинственным. С Москвой он помирился, но зато нашел себе нового врага, и враг это был серьезный. Это великое княжество Литовское, с которым рязанцы воевали за Мценской территорией, так и привыкающей, к современной калорийской области приблизительно. Надо сказать, что Олег Иванович все получалось отлично. Он вышиб Витовта и захвачен им Смоленска. Смоленский князь прикатился родственникам Олега Ивановича, он был женат на его дочери. Значит, вернул Смоленскому князю Смоленск, что он сам был сделать себе неспособен. А в 1402 году вот этой довольно долгой литовско-рязанских военных действиях случилась одна неприемность. Армия Олег Иванович на этот раз возглавил не сам, судя по всему, все-таки годы уже брали свою, отправил одного из своих сыновей, которого звали Радослав Ольгович. Мы знаем только языческие имя, человек даже не знает, каким именем его крестить. Кстати, Олег тоже языческое имя. Знаете, какое христианское имя Ивановича? Яков. Оно упоминается один-единственный раз в летописях. Какое-то еврейское имя. А? Еврейское имя. Еврейских имен не бывает вложено построить. Да? Да. Есть имена библейские, есть имена небиблейские. Так вот возвращаюсь. прививаться на него, хорошо? Хорошо. Так вот, Олег Иванович своего старшего сына отправил воевать с литовским князем. Он был взят в плен. Армия была разбита под городом Любурск. Это Калужская область современная. Радослав Ольгович попал в плен. Сидел в очень тяжелых условиях. То есть отец скончался, не увидев старшего сына. Судя по всему. Потому что он находился в этот момент в плену. Больше того, Олег Иванович вынужден был передать престол младшему сыну, которого звали Федором Ольговичем. Хотя, судя по всему, именно старший был отправлен в такой серьезный поход. Радослав Ольгович вернулся в Рязань. Три года спустя, когда отца уже не было живых, он был выкуплен за совершенно гигантские деньги. Летопись называют сумму от 2 до 3 тысяч рублей. Ну, там разных летописных сводов по-разному звучит. Ну, хочу сказать, что годовой выход с Рязани в Орду был около 750 рублей. Причем его никто не отменял, как вы понимаете. Надо было одновременно и в Орду выхватить, и выкупить князя. Судя по всему, в этой операции принимал активное участие ближайший родственник рязанского князя, московский князь Василий Дмитриевич. Собственно, его сестра была рязанской княгиней в это время, женой сына Олега Ивановича Федора Ольговича. Помните, этот мир 1986 года? Во всяком случае, экономические возможности Рязани в Москве были совершенно несопоставимы. И вот не исключено, что вот эта купля времен Василия III был такой отложенный платеж, который в конце концов был предъявлен рязанским князьям за то, что когда-то был выкупленный дальний предок. Вообще, такого рода отложенные финансовые обязательства на Руси достаточно хорошо известны. У нас есть несколько прецедентов такого рода купель, которые были оплачены и реализованы иногда десятилетия спустя. При Иване Калите какие-то купли состоялись, знаем мы о них только при Дмитрии Данском, то есть при его внуке. Так что не исключено, что вот эта операция по покупке половины рязанского княжества это был совсем не обман Москвы и рязанского князя, а реализация каких-то старых финансовых обязательств. Рязани подошли к Москве. Тут есть еще, конечно, один вопрос, примыкающий к первому. Зачем, собственно говоря, половина рязанского княжества была нужна Москве в это время? Ну, в общем виде можно ответить так. до освобождения Руси от ордынского иго оставалось там 25 лет всего лишь. Судя по всему западная половина рязанского княжества понадобилась в Москве для того, чтобы укрепить свои собственные границы на степном пограничье. Ну, потому что если ты покупаешь, то сразу берешь кучу обязательств на себя одновременно. И это же надо защищать все. Похоже, дело было так, хотя точнее ничего сказать к сожалению не можем. Итак, еще 15 минут выдержите? Да, все хорошо. Это шантаж такой. Я тебе виноват. Потому что на самом деле есть еще один сюжет, который попал вообще во все без исключения известное, популярное и не очень сочинение посвященное истории Тулы, связанное с принадлежностью Тулы Великому княжеству Литовскому. Это тоже, в общем, вы найдете везде, включая то же самое в Википедии. Есть такая твердая уверенность, что был короткий период, но не очень даже короткий, когда Тула принадлежала Литве. Ну, где Литва, где Тула? Казалось бы, все далеко. Несколько слов все-таки на эту тему. Что такое Великое княжество Литовское 14 века? Не надо его путать с современной Литовской республикой. Это два совершенно разных государства. во всех отношениях, в том числе и в географическом, и в национальном. Если сейчас посмотреть на современную карту Литвы, то она делится так очень заметно на две части. Южная часть, и север, или точнее, северо-запад, это Жима-Ци-Арюкшайте, такие лесные края с болотами. Вот это, собственно говоря, есть этническая родина литовцев. Значит, надо сказать, что на страницах русской летописи Литва, в общем, не мелькала до начала XII века. А лет вот там за 30-40, до нашествия Батыни на Русь, вдруг неожиданно в летописных статьях появляется Литва. Причем в виде достаточно агрессивного. Это некие Литва, которые нападают на русское княжество. Напомню, что в XII веке русские княжества переживали период раздробленности, коллективного отпора, как это было во времена князя Владимира Святого. Дать, конечно, они не могли. Поэтому литовские походы начались с похода в ближайшие вот этой коренной Литве территории. Ну, на территории Половского княжества, например. Половская, Белоруссия современная. Но постепенно, в течение двух-трех десятилетий приобрели вообще совсем другой масштаб. Перед нашествием Батыни на Русь литовские отряды появлялись аж в Закарпатье уже. Что происходило? К великому сожалению, история Литвы, как и история Руси на начальном этапе, была история бесписьменная. Это были язычники. Как и называемые язычники когда-то? А у язычников нет письменности. Нет письменности, значит, нет летописи. Что мы можем знать? Только то, что о нас говорят соседи. Вот как о нас. Я имею в виду не о нас лично с вами, а о наших дальних предках рассказывали соседи, византийские историки. Теперь выясняют, что и арабские еще рассказывали, что-то даже в Западной Европе было. Вот упороязычества. Вот такая ситуация в Литвы не держалась до XIV века. Литовское государство было последним государством, возникшим в Европе. Это было государство языческое, причем твердоязычное. Значит, это был период его расцвета одной из самых могущественных государств Европы. Значит, на чем это могущество зиждилось, откуда оно взялось? Ну, повторяю, этнические и географические вот эта территория была малой. Но все дело в том, что после погода в годы 1237-1240 годов жизнь, условно говоря, в западной части Киевской Руси возрождалась в существенно иных темпах, чем в восточной. Если в северо-восточной Руси под защитой лесов, ну, на тех территориях, которые сейчас, собственно, коренные русские земли, возрождение хозяйства, восстановление населения, что совершенно вне темпы, просто потому, что с юга туда бежали, то на юге все запустило. Но известно, что Киев запустил так, что из него же митрополит уехал русский. Это было там через несколько, через полтора десятилетия после нашествия. Вот, и возвращаясь к сюжету с Литвой, так сказать, западно-русские земли, так сказать, принадлежавшие киевским людям и куриным когда-то, представляли собой такое лоскутное одеяло из самостоятельных государственных образований, каждый из которых в одиночку выжить не могло. И великие князья литовские, подчиняя их себе одно за другим, нашли очень правильный модус ливенти, такой способ существования, когда они с местными элитами захвата их не подчиняли, а договаривались. Вообще язычники очень демократичный народ. Они никогда не делают, так сказать, то, что делают народ твердо верующий, что Христа, что Аллаха, камнем преткновения отношения к человеку, по его религии. В этом отношении в элиту великого княжества Литовского, а в верхнем правящей словнею составляли, собственно говоря, основатели государства, потомки основателя государства Гедемина, они так назывались Гедеминовичи, но это была, повторяю, верхушка. А все остальные и разнообразные, так сказать, князья были просто князьями из мелких ветвей Рюрикова дома, которые служили литовским князьям безо всяких, собственно, проблем. Более того, великие князья литовские имели колоссальный дом. Ну, языческие семьи, представляете, да, сколько там детей бывает, равно как и жены. Поэтому совершенно нормально было, что какие-то потомки Гедемина принимали православие, какие-то оставались язычниками. Сами князья, кстати, периодически принимали христианство, что в Римно-католическом, что в православном новом варианте, а потом также возвращались язычники. Для язычника это абсолютно никакая не проблема, должно вам сказать. То есть, проще говоря, государство было ну, далеким от такого унитарного, так сказать, структура. Именно поэтому оно было живучим, во-первых. Во-вторых, в значительной степени в какой-то момент, очевидно, и большая половина его населения стало просто православные и славяне, они были подаными Великому княжеству Литовскому. Это государство, которое росло и росло вот за счет присоединения вот этих ослабленных земель. Одновременно на Востоке подобный же процесс шел, так сказать, среди русских княжеств. На первое место там вышла Москва рано или поздно. И вот когда, собственно говоря, процесс соединения бывших земель Киевской Руси, так сказать, со стороны Вильна и со стороны Москвы, так сказать, завершился, созавершился он в 60-х годах 14 века, появилась Московско-Литовская граница. И сразу появилась совершенно другая ситуация. Потому что с одной стороны Великий князь Литовский, с другой стороны русские князья, потому что русский государство вообще не появится, как единое. появился колоссальный политический маневр для этого дела, потому что с одними князьями, литовские князья довольно быстро вступили в тесные отношения, например, с Тверским правящим домом. Надо сказать, что литовские княгини выходили замуж в Москву. Но Москва вот как-то, так сказать, в русле литовской политики шла только очень короткий период. Почему это все так долго рассказывано? Потому что, когда мы говорим, что Великое княжество литовское, надо думать, что оно где-то было у чертовой куличика на рогах. Это было рядом все, просто соседство. Более того, канцелярия Великого княжества литовского писала документы на русском языке, а многие великие князья литовские, кроме русского, и не знали. Вот знаменитый Ягайло и польский король Владислав, победитель Гренвальской битвы, по матери был тверич, ее мать была тверская гнягиня Ульяна. Польские хронисты пишут, что Ягайло на никаком языке, кроме русского, не говорил о литовском, и не знал вообще. По совершенно понятным причинам. Дело в том, что правящий класс Великого княжества литовского находился на соизмеримой ступени развития социального, культурного с русскими землями, которые стали частью этого княжества. В этом отношении, еще раз повторяю, мудрость Великих князей литовских заключалась в том, что они это не ломали, а вписывались в этот процесс. Но история Литови это вообще отдельная потрясающая страница европейской истории, но это отдельно. Так, в общем, понятно, откуда взялась Литва. Так вот, возвращаясь, так сказать, к тому, что у нас там известно о Туле в связи с Литвой. Вообще, мнение о том, что в 15 веке какое-то время Тула принадлежала в Литве базируется, на самом деле, на нескольких письменных свидетельствах. То есть, это не с потолка взято все. Надо сказать, что с 1382 года, если я точно помню дату, если нет, ошибаюсь, извините меня, но точно по 1430-й великим княжем Литовским правил самый знаменитый великий князь Литовский, которого звали Витовт Кейстутевич. Витовт был совершенно потрясающим человеком, выдающийся полководец, дипломат. Именно при нем Литва достигла положения одного из ведущих государств Восточной Европы. А еще он отлично умел устраивать дела между соседними, причем не обязательно военным образом. Достаточно сказать, что московский все, с кем великое княжество Литовское хотело иметь какие-то отношения, все были так или иначе с литовским правящим домом связаны. В 1425-м году Витовт написал письмо магистру Ливонского ордена, где Ливонский орден, представляете, находился. Да, это современная Латвия, литвая часть в реке тогда орденская столица находилась, где он отметил, что он владеет Тулой. Надо сказать, что письмо это сохранилось в латинском переводе, оригинал все было написано по-русски. Вообще такого рода документы вышедшие из канцелярии великого княжества Литовского, особенно ранние, как правило известны нам не в оригиналах, а в переводах, сделанных там, куда они отправлялись. В Римля, Ливонскому или Магистру. Но так или иначе такое утверждение существует. При этом в 1428 году, ровно три года спустя, какой-то литовский книжник, литовский по происхождению, написавший на русском языке, литовские летописи все велись на русском языке, составил такое целое литературное панигиринное восхвоение, назывательное похвала Витовту. Где, как вы понимаете, если бы Витовт владел Тулой, наверное, это было бы как-то отмечено. Но тем не менее, там сказано только, что Витовту служили князья Московский, Тверской, Рязанский. Согласитесь, владеть и служить это не совсем одно и то же. А мы знаем, что Тулу в это время принадлежал князю Рязанскому. Что еще у нас существует на этот счет, чтобы можно было подложить в каком-то исследовании в 1427-м году в 1427-м году. Был заключен Витовтом и рязанским князем очередной договор, в котором, между прочим, фигурирует Тула. При этом смысл этого договора сводится к тому, что Витовт гарантирует своему рязанскому соседу права на владение всеми территориями. Дальше там замечательный глагол вынемши Тулу и еще несколько земель. Что такое вынемши? То есть изымая. Как это вынемши толковать? Регулярно довольно это толкует как указание на то, что Литва прямиком управляла Тулой, а также частью еще территорий. Там поминается такое место, экзотически звучит как Заколотин-Гордеевский. Но это не Заколотин, а Заколотин. Знаете, река такая колодная есть Приток Укуи. Вот судя по всему это располагалось там. Еще там несколько географических терминов. Судя по всему это территория современной Тулой отрезности. При этом отношения с великим князем Литовским были совершенно другими. Они не сводились совершенно к управлению. Они могли иначе. Откуда мы это можем знать? В 1430 году Витов скончался. Его на смену пришел его двоеродный брат, которого звали Свидригайло. Помните купца Свидригайло из «Преступление и наказание»? Всегда во всех школьных публикациях Достоевского пишут, что фамилия взята от одного литовского князя. Свидригайло Альгертов совершенно реальное лицо. В 1430 году он стал великий князем литовским, а через два года, в 1432 году, Свидригайло написал довольно пространное постное, написанное совершенно неоспоримое аргументно в пользу того, что Тула в это время владел литовский князь, а не Рязанский. Но вообще этот список Свидригайло довольно экзотическая штука. Первый раз он был издан еще во второй четверти XIX века. Тогда он хранился в Кенигсберге. В Кенигсберге хранился архив Лимонского ордена. Потом этот... Ну что было с Кенигсбергом во время Второй мировой войны вы знаете без меня. В общем, короче, долгое время считалось, что архив исчез. Но сейчас слава Богу он нашелся. Оказалось, что вывезли и эвакуировали в Берлин. Сейчас он принадлежит фонду прусского культурного наследия. Вот один из моих коллег недавно видел этот список Свидригайло с Тулой живьем довезу в Берлине. Тут есть такая большая проблема. Дело в том, что с ним случилось то же самое, что с этим на латынь. Вот здесь была тоже такая же картина. Письмо, судя по всему, было написано по-русски в канцелярии Свидригайло. Когда попало в Ордонское канцелярию, было переведено естественно на латынь, как и положено. Поэтому из 50 с лишним топонимов названием городов и территорий там не все точно опознаются, но значительная часть опознается. И вот, что интересно, если этот список посмотреть. Да, кстати, Тула названа не как-нибудь, Тула-Кастрова, то есть крепость Тула. Но надо сказать, что крепостью там названо несколько городов, при этом крепостью не названа Трёв-Смоленск. Крепостью не названа там, я не знаю, Полонск, например. Вообще, многие города, то есть вот это выбор определения, он там какой-то не очень понятный. Но самое интересное другое. Если внимательно посмотреть этот список городов, который принадлежал Свидригалу, то выясняется, что некоторая часть этих городов вообще-то Литве не принадлежала. В частности, это касается целых пяти городов, точнее, городов, это называлось погосты, такие полугородские поселения, размещавшихся на границе Великого княжества Литовского и Новгородской Федеральной Республики. Дело в том, что когда-то, совсем давние времена, все эти погосты принадлежали Великим князьям Смоленским. Смоленск был подчинен Витов, условно говоря, в два этапа. Первый раз еще в конце 90-х годов и 14 века, а потом в 1404 году уже окончательно. Смоленск принадлежал Литве. При этом, пока вся вот эта история с подчинением Смоленской Литве длилась, какую-то часть северо-западной смоленских земель ухитрились захватить Новгородская Республика. Витов, судя по всему, предъявил претензии на все эти территории. Они оставались новгородскими, при этом новгородцы платили в Литву специальный налог за те земли, которыми они владеют. У этого налога даже был такой специальный название «Черная куна». Но куна – это куница. Как вы, наверное, слышали, такая денежная единица древнерусская была. Вот это черно-куна, черно-кунная земля литовско-новгородского пограничья, они присутствуют в списке Светригаева, где он, не моргнув, называет их своими. Хотя, еще раз повторяю, они принадлежат Новгородской Республике, но город просто платит за них какие-то деньги в Литве, за правопользование, что называется. У меня есть большие подозрения, с Тулой была препятствием такая же история. Еще раз напомню самое начало нашего разговора. Тулы – это часть владения черниковских князей. Черниковское княжество принадлежало великому княжеству литовскому еще с конца 13 века. Судя по всему, в Литве были прекрасно об этом осведомлены, и, судя по всему, предъявляли на Тулу какие-то претензии. И не исключено, что рязанские князья платили просто этот кусочек, оплачивали, так сказать, право им владеть. Именно поэтому Витовт в договоре с рязанским князем 1427 года гарантируют ему все, кроме вот этого маленького кусочка земли. Скажите, ты всем владеешь, я с этим согласен, вот, вынемши вот эти пять населенных пунктиков. Судя по всему, это вот повторяет такая же ситуация, которая была в отношениях между Литвой и Новгородом. То есть, в общем, серьезных оснований говорить о том, что московская, прошу прощения, Тула имела в отношениях.